Оплатить проезд в общественном транспорте и школьное питание. Все это можно будет сделать с помощью единой карты учащегося. Она также станет пропуском в учебное заведение. Как идет процесс внедрения, обсуждали на утреннем совещании в столичной администрации. Договор на реализацию проекта с оператором единой карты, банком «Авангард», заключили еще в конце прошлого года. Но активная работа началась только этой весной. Разработали дизайн карты, начался процесс их выдачи. В школах устанавливают специальное оборудование. Но есть ряд технических проблем. К примеру, мобильные приложения не соответствуют требованиям. Заказчик и исполнитель не определили тип турникетов. Еще одна – отсутствие общей электронной базы пользователей. Чтобы она была сведена в одно программное обеспечение, которое позволяло бы как родителям, так и учителям, и самим учащимся управлять всеми своими расходами через электронные системы. Пока я вот такой базы не увидел, но банк уверяет, что она есть, вот мы полностью проверим. Запустить проект в столичных школах планируют к 1 октября. Глава столичной администрации Алексей Ладыков в этих сроках усомнился. Это универсальный продукт, по которому родители смогут видеть, что происходит с детьми. Куда они едут, где останавливаются, сколько тратят на это время. Ну и, соответственно, сколько тратят денежных средств на те или иные услуги. В прошлом году у нас определился инвестор по условиям конкурса. Банк «Авангард». Вы докладываете, что будет 1 октября. Я очень надеюсь, что это действительно 1 октября будет реализовано, и процесс запущен. Но на сегодняшний день, я считаю, что проект не реализуется из-за вины именно наших сотрудников. Алексей Ладыков поручил организовать рабочую группу и провести служебную проверку.